всем привет с вами канал art mania и настал тот день когда мне нужно это дерево немножечко по обрезать он вырос очень большим и по идее должен свести папа приехал сказал что нужно немножечко отрезать то что уже он принципе отрезал вот 1 2 так и а вот они и 3 короче цвет а вон она вот она 3 вот и нужно его сейчас снова отрезать я уже неделю думаю резать не резать принципе вырос блин он такой огромный классный мне он так нравится но он не цветет у меня после того когда я вставила год назад прошлом летом туда бутылочку он как мне объяснил папа вот видим ни разу не втыкали в него что хотя папа говорит что втыкали и после этого что-то произошло как раз в этот момент у меня цвел что-то произошло и вот уже год прошел он не цветет его уже пересадила купил для него такой вот как она там называется удобрение но и пока не пользовалась один раз я помню воспользовался удобрением у меня все кактусы погибли после него поэтому ничего как-то даже страшно вот он начинает уже желтеть периодически вот то ему там каждую неделю слишком много воды то теперь ему каждую неделю я стала раз в две недели поливать какое-то время было нормально теперь ему стало маловато вот земля у него остается влажный но при этом ему воды не хватает ну и горшок конечно увеличился у него я уже думаю что же будет дальше какой следующий горшок покупать то есть это еще больше горшок еще больше же вообще кошмар а еще вот видимо срезали вот кусочек там изначально потом вот срезали потом повыше и сейчас вот я третий раз должна его стричь смотрю прям на эти вот честно не хочется так красиво смотрится зайду подальше туда уже мне тут дима чет конструировал наложил просто он так красиво смотрится но я понимаю что я должна то что он что-то желтеть начал я хочу чтоб он свел что просто надо эти росточки я уже приготовила стаканчики на балконе на балконе вот они лежат большие стаканчики эти росточки я буду класть стаканчики прошлый раз меня папа давал три ростка когда этого дерева еще у меня не было ни один росток дал корни но в этот момент мы с димой попали в больницу дима была температура и пока мы находились в больнице он просто погиб вот там почти целую неделю то есть ему воду никто не менял а я ему менял почти каждый день воду ну так вот случилось вот я хочу сейчас заново отрезать поставить побольше сделать росточков чтобы было может быть хоть кто-то даст корни и я хочу еще один такой горшок хочу посадить заново чтобы у меня рос еще один может быть тот другой будет свести хотя папа говорит это сорт такой какой-то который отросток якобы не будет свести давайте буду чикась у меня как раз с дачи я забрала секатор вернее мама не привезла и мне нужно будет уже его завтра вернуть обратно на дачу и это я все-таки должна сделать рано или поздно это обязательно надо сделать короче надо давайте я покажу потом что у меня как получилось ну вот смотрите я постригла его так сейчас там все мокро его побрызгала чтоб он сильно не переживал наверное думаю еще вот этот вот отрезать и вот этот наверное что они потом пойдут ввысь они уже и так сейчас огромные и не знаю может тут еще те два то должен начинаешь остальное еще потом вот тут вот вот тут ну да вот это тоже надо стричь вот и потом вам покажу куда я поставила те отросточки надеюсь они у меня прорастут тут очень много на самом деле вот они идут молоденький вот он вот он идет так он тут вот тут вот тоже вот то есть их вообще навал поэтому я еще подумала как садовники вот это полкруга хоп обрезают и все все супер и красиво кушай дива кушает шарлотку как он обалденно ее ест а но это просто восхитительно как он знаете когда ваш ребенок очень хорошо кушает это просто восхитительно потому что я была ребенком я вообще не ел две-три ложечки все меня тошнило ничего не хотела меня с трудом просто запихивали еду а потом в какой-то момент выросла лет шестнадцать и меня понесло неожиданно начала есть вот тогда мама обрадовалась наконец-то мучения закончились да а тут шарлотка скажи такая вкусная до вкуснятина как ты ешь такой кусок до липкие руки мы с тобой помоем их потом у меня тут тоже вот такой же кусок побольше чуть-чуть вкуснятина с яблочком запивай компотом запивай им да там я себе уже налила все только эти струнявчиками дала ну ладно вкуснятина то какая да дима у нас полдничает у него полдник да дима у димы полдник полдник да а у мамы завтрак да а я сегодня уже обедал ну да у меня получается завтрак ужин попозже ужин наверное у меня будет завтра на завтрак путаница скажи мама у тебя такая путаница не успевает мама поесть дима так быстро завтракает что мама не успевает жует жует дима вкуснятина вкуснятина какая да дима диме повезло мама вкусно готовит да м 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 не будешь может быть а то ты на ужин ведь не захочешь у тебя ужин уже через полтора часа будет себя не надо терять не надо это собираешь что соседи шумят оставишь его на ужин шарлотку на ужин оставишь ладно на ужин и кашу поешь шарлотку с молоком вчера ты молоко не допил оставишь оставишь чего там чё там чё там не понимаю я тебя гиги и что такое гидима оставь ее наполнику на ужин оставь как вкус как ты вкусно кушаешь дима да так сладко есть тебя в рекламу рекламирует шарлотки липкая рука неприятно да ты запивай запивай обязательно бери бери стакан его потом а